В эфире Лицкого телевидения информационная программа события. В студии работает Павел Балейшис. Здравствуйте. Начинаем выпуск с анонс основных тем материалов наших корреспондентов. К новым победам и свершениям. Сегодня день рождения отмечает Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Это его призвание. Сотрудник отдела ГАИ Виталий Пентель ни разу не пожалел, что стал инспектором дорожно-патрульной службы. В памяти белорусского этнографа и фольклориста в Лиде прошел научно-практический семинар, посвященный 170-летию Михаила Федоровского. Знаменательные события в христианском мире. Наличены пребывают мощи покровителя города, святого великомученика Георгия Победоносца. Литовские власти приняли решение приостановить с 18 августа работу двух пунктов пропуска – Шумска-Слоше и Твяричу-Свидзе на границе с Белоруссией. Это не первая тщетная попытка Вильнюса остановить потоки литовских туристов в Республику Беларусь. При Балтийской Республике намерены развернуть полномасштабную социальную кампанию, чтобы убедить своих граждан не ездить в нашу страну. По мнению литовских властей, это весьма небезопасно. Отнага, судя по возросшему туристическому спросу, граждане Литвы не слишком доверяют рекомендациям своих спецслужб. После сообщения о продлении безвизового режима до конца года, поток автомобилей с литовскими номерами на погранпереходах увеличился в несколько раз. Граждане Литвы не только охотно закупаются продуктами и топливом в нашей республике, но и ездят на здравление, посещают исторические места и достопримечательности. Вполне вероятно, этим и обусловлено решение литовских политиков приостановить работу двух пунктов пропуска. Решение Вильнюса спровоцировало увеличение нагрузки на пограничные пункты, что стало причиной серьезных задержек. Пропускной пункт Бинякони Шальчиненкая под Лидой сейчас на втором месте по загруженности. А литовская сторона намеренно игнорирует сложившуюся ситуацию. Сегодня свой 21-й день рождения отмечает Белорусский Республиканский Союз Молодежи, самое многочисленное и популярное в стране молодежное объединение. БРСМ ведет активную деятельность по созданию условий для всестороннего развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала, содействия развитию в Республике Беларусь гражданского общества, основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях. Сегодня численность Лидской районной организации составляет 5342 человека. В ее состав входит 120 первичек. В честь дня рождения в зале детской школы искусств сегодня состоялось торжественное мероприятие с участием почетных гостей. Свои лучшие музыкальные и творческие номера подарили учащиеся средних школ города Лиды и Лидского политехнического колледжа. Сегодня в Лидской детской школе искусств проходит торжественное мероприятие, посвященное 21-летию со дня образования Общественного объединения Белорусский Республиканский Союз Молодежи. История Союза Молодежи уже 21 год сохраняет и приумножает лучшие традиции молодежного движения. Студенческие стройки, помощь ветеранам, субботники, трудовые и спортивные соревнования. За 21 год в истории Союза Молодежи было реализовано десятки тысяч проектов и программ по патриотическому, культурному, творческому, научному, волонтерскому, международному направлениям. И все наши устремления и планы направлены на одну общую цель – процветание и развитие нашей любимой Родины – Республики Беларусь. Работу сотрудников госавтоинспекции легкой не назовешь. Им приходится в любое время дня и ночи находиться на посту и обеспечивать безопасность дорожного движения. Старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ, отдела внутренних дел Лицкого райисполкома Виталий Пенталь выбрал профессию по душе. Он стоит на страже правопорядка почти 20 лет. С какими трудностями во время работы ему приходится сталкиваться, расскажет Анжелика Зверко. Делаем коридор, пропускаем машину. Старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ, отдела внутренних дел Лицкого райисполкома Виталий Пенталь с детства мечтал работать в милиции. Почти 20 лет он стоит на страже закона и правопорядка. И с тех пор ни разу не усомнился в правильности своего выбора. Виталий Иосифович начинал трудовую деятельность с должности участкового инспектора. Затем был в составе патрульно-постовой и оперативно-дежурный служб Лицкого РОВД. Получив диплом в высшем образовании, получив возможность перейти на офицерскую должность, я уже не сомневаюсь, выбрал для себя ГАИ, потому что я знал, как работают участковые, я знал, как работает уголовный РОВД. А ГАИ – это жизнь, это движение. Потому что ты, заступая на службу, не знаешь, где ты можешь оказаться через минуту. Не было ни одной смены, которая была похожа на предыдущую. Она всегда чем-то отличается, всегда что-то новое. И, в принципе, это, наверное, мое. Круглосуточно наряды сотрудников госавтоинспекции Лицкого РОВД осуществляют надзор за безопасностью дорожного движения. Рабочий день Виталия Пентеля начинается с того, что он прибывает в ГАИ и как старшей смены получает для своих подчиненных, которые заступают в экипажи, необходимые приборы, планшеты и видеорегистраторы. В отделе внутренних дел получает оружие, закрепленное за каждым сотрудником, и проходит инструктаж. Перед выездом на смену экипажам раздают карточки маршрута, и они выезжают патрулировать город. Служба начинается с того, что обследуется маршрут патрулирования, выявляются те места, которые могут быть местом концентрации дорожно-транспортных происшествий. И в зависимости от того, какая обстановка на дорогах, наряд самостоятельно принимает решение, где в границах своего маршрута ему работать. Если нет никаких сообщений от дежурного на реагирование, которое требует нашего, мы просто работаем. Работаем, пересекаем нарушения, фиксируем. Если есть сообщения, конечно же, в первую очередь выбываем на сообщения граждан. Работают сотрудники дорожно-патрульной службы в режиме многозадачности. Во время дежурства им приходится следить не только за порядком на дорогах, состоянием проезжей части, дорожными знаками и освещенностью улиц в темное время суток, но и оказывать помощь водителям, которые попали в сложную ситуацию на дороге. Неоднократно уже были случаи, когда стоит автомобиль, преграждая движение. И я понимаю, что, в принципе, если мы его немного куда-нибудь передвинем в безопасное место, мы освободим и проезжую часть, чтобы не спровоцировать ДТП, да и водителю, в принципе, поможем. Поэтому каждый автомобиль у нас оснащенный тросами для буксировки и проводами пусковыми. Если мы можем помочь отремонтировать на месте, мы это делаем. Если нет такой возможности, по крайней мере, вызываем эвакуатор, либо же сами самостоятельно перетягиваем в безопасное место. Нередко экипажи ГАИ сопровождают пожарные расчеты и скорую медицинскую помощь. Это позволяет медикам и пожарным гораздо быстрее добраться до места назначения. Одним из моментов наших обязанностей является оказание помощи посторонним организациям, которые оказывают посильную помощь также гражданам. И, в принципе, у них может быть где-то недостаточно своих возможностей, чтобы оперативно прибыть и среагировать на все заявления, все обращения. К примеру, если я вижу пожарную машину, которая следует на вызов с включенными мочками, я понимаю, что это большой автомобиль, несмотря на то, что у него мощный двигатель, но ей тяжело останавливаться на каждом перекрестке и снова возобновлять движение. Я стараюсь помочь таким автомобилям беспрепятственно проехать как минимум в пределах города, то есть сопроводить ее по маршруту следования. И тогда, возможно, эти секунды, которые она не потратит, стоя на остановке на красный сигнал светофора на перекрестке, возможно, могут помочь спасти чью-то жизнь, либо чье-то имущество. Во время несения дежурства парный экипаж держит связь с оперативно-дежурной службой отдела внутренних дел. Сообщения, на которые нужно отреагировать, инспекторы ДПС получают благодаря переносной и автомобильной радиостанциям. Сотрудники госавтоинспекции должны быть максимально собранными и внимательными. Зачастую решения они принимают за считанные доли секунды. Нас отправляют не только для реагирования на сообщения по нашей линии. Мы можем выбрать и на семейный скандал, и на драку, и, в принципе, на любое сообщение. Потому что, несмотря на то, что основная наша задача – безопасность на дорогах, в первую очередь мы сотрудники милиции, которые должны пресекать правонарушения, преступления, нести службу по защите жизни, здоровья и имущества граждан в первую очередь. Достигать высоких результатов в службе Виталию Пентелю помогают его профессионализм и полная самоотдача, а еще умение ладить с людьми. Основной акцент на безопасности школьников. Свыше 200 нарушений ПДД выявила госавтоинспекция на дорогах Лиды во время проведения акции «Внимание, дети!». Включенный ближний свет, наличие специальных бустеров и детских кресел в машине – пожалуй, главное, на что обращала внимание дорожная милиция, начиная с 25 августа. Так, за время акции к ответственности привлечено 139 водителей, выехавших на дорогу в светлое время суток без ближнего света фар. Еще 47 не предоставили преимущества в движении пешим участникам. Не все водители соблюдают и правила безопасной перевозки юных пассажиров. В таких фактах было выявлено 22. В госавтоинспекции отметили, что начало сентября – время, когда водители должны быть предельно внимательными. Именно в этот период происходит больше аварий с участием детей. Поэтому сотрудники ГАИ продолжают контролировать территории вблизи школ и у самых опасных участков дорог, таких как нерегулируемые переходы. Принятые меры при подготовке и проведении специально комплексного мероприятия «Внимание, дети!» позволили не допустить дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Несмотря на то, что специальный комплекс мероприятий подошел к завершению, сотрудники госавтоинспекции города Лиды будут усиленно контролировать пешеходные переходы вблизи учреждений образования, осуществлять контроль за водителями, за предоставление преимущества пешеходам, в том числе детей, которые движутся непосредственно к месту учебы. Также хотел обратиться к родителям, которые управляют транспортными средствами и осуществляют подвоз непосредственно детей к учреждениям образования на безукоризненное соблюдение правил перевозки пассажиров. Напомню, что дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Если рост ребенка не превышает 150 сантиметров, то перевозка должна осуществляться с помощью бустера, автокресла. К слову о статистике, за 8 месяцев в Лидском регионе произошло 24 дорожно-транспортных происшествия. В пяти случаях пострадали дети. При этом 60% аварий с участием несовершеннолетних произошли по вине самих взрослых. Будьте внимательны и осторожны. На старте учебного года усилен контроль за соблюдением мер безопасности и на объектах железнодорожного транспорта, вокзалах и переходах через пути. В центре внимания дети и подростки, находящиеся без присмотра взрослых. Основной упор на разъяснительную работу. Специалисты железной дороги проводят профилактические беседы с гражданами и вручают им информационные буклеты и памятки. Так они напоминают родителям и детям о строгих правилах поведения, которых стоит придерживаться в зонах повышенной опасности. Активное участие в такой работе принимают также стрелки военизированной охраны. Проводится профилактическая разъяснительная работа в учреждениях образования. Участвуют в общешкольных собраниях. Также совместно с работниками военизированной охраны мы организуем рейды на переездах, пешеходных переходах, чтобы напомнить взрослым и детям о правилах поведения на железной дороге. Мы бы хотели вам напомнить правила поведения на железной дороге. И в будущем у вас есть прекрасный маленький малыш, чтобы вы его тоже учили. Работа по предупреждению несчастных случаев, в том числе с участием детей на объектах железнодорожного транспорта проводится регулярно. Акция «Дети и безопасность» продлится до 10 сентября. Если говорить о статистике, то в стране с начала года на железной дороге пострадали 58 человек. Двое несовершеннолетних от полученных травм погибли. В обоих случаях причиной трагедии стали наушники, которые не позволили подросткам услышать звук поезда и отойти на безопасное расстояние. Белорусская железная дорога призывает быть бдительными на объектах транспорта и не рисковать своей жизнью. Я рассказывала, чтобы я смотрела направо и налево. Когда поездов нет, то можно идти. Когда поезд есть, то надо остановиться, подождать, пока он проедет и переходить. Хотелось бы напомнить, что хождение по железнодорожным путям запрещено. Переходить железнодорожные пути необходимо только в установленных для этого местах. По железнодорожным переходам, тоннелям, мостам, настилам. При переходе убедиться в отсутствии проходящего поезда. Также не забывать снимать наушники, не вести разговоры по мобильному телефону. Железная дорога – это зона повышенной опасности и не место для игр. Дети не должны находиться вблизи железнодорожного пути без присмотра родителей. Гродненские таможенники вывели на чистую воду так называемого предпринимателя из Беларуси, который организовал ввоз в страну коммерческой партии мясной и молочной продукции с целью вовлечения ее в незаконный торговый оборот. Теперь он заплатит штраф в размере 30 базовых величин и, возможно, лишится товара. Для незаконного вовлечения на территорию Беларуси в торговый оборот партии продуктов питания гражданин вез их в страну мелкими партиями под видов товаров для личного пользования. Перед перемещением товаров через границу их раздали физическим лицам согласно установленным лимитам на беспорщенный ввоз товаров для личного пользования. Это выявили гродненские таможенники при проведении проверочных мероприятий, а продукция была обнаружена по месту жительства гражданина Республики Беларусь 1984 года рождения. Дома предпринимательный собирал уже около 600 единиц колбас, сыров и консерв общей стоимостью 20 тысяч рублей. По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с частью 2 статьи 15.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Теперь гражданин обязан выплатить штраф в размере до 30 базовых величин, а продукцию, возможно, конфискуют по решению суда. О жизни и научной деятельности известного белорусского фольклориста и этнографа Михаила Федоровского говорили сегодня в Лицком историко-художественном музее. Научно-практический семинар с участием научных сотрудников Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, был приурочен к 170-летию ученого и 700-летию города Лиды. Его называют сбиральником скарба у земли белорусской. Михаил Федоровский видел свое призначение в доследовании белорусской фольклористыки, звычаях, обрадов, поданиях, забав, а так само властивостях и мовы белорусов. В этом он жил и захоплялся. Выником шматгодовой деятельности Михаила Федоровского стал восьмитомный сборник «Люд белорусские», три первые томы, которого он выдал при жизни. Остальные вышли после смерти автора по его рукописам. Михаил Федоровский – это одна из ключевых постатей у белорусской фольклористы цей этнографии. Он родился в Варшаве. Но, однажды, трапивши на белорусские земли, он настолько захопился, наткнулся и захотел доследовать восьминавитую культуру этого народа, что в большей часткой за свои гроши, а человек был не вельми богатый, ты мне меньше избирал предметы по быту. И археологичные пошуки. Но, на первую очередь, его интересовала вузная культура народа. Легенды, рассказы, поведения, замовы, предметы, поверье – все то, чем жил белорусский селянин в середине 19-го года. И, что вельми истинно, поляк Михаил Федоровский выучил белорусскую мову, как говорит с селянами на их мове, как разуметь, и в своих записах абсолютно докладно передал особливости мовления. Лида стала местом проведения навуково-практичного семинара, присвеченного навуковой деянности Михаила Федоровского, Невыпадкова. Наш регион был одним из тех, что доследовал навуковец. Тому в год двух юбилейных дат, 700 год для Лиды и 170 год для дня народжения Михаила Федоровского, навуковые супрацовники Национальной академии наук Беларуси не могли сюда не завитать. У Баколицах, это был Иллицкий повед, и он бывал неодноразово, записывал, избирал тут зелки для своих гербарей. Кроме записывал власно такой вузной культуры, Михаил Федоровский имел агрономичные веды. И подрыхтованные им зельники, гербары, выкананы на абсолютно профессийном узровне. И он мог с легкостью отшукать и с памяти латинские отповедники назвам рослину, но при этом был вельми уважливый для местовых назвок. Не только такая власифицийная назва, но и так, как называют ту и иншую травинку, кветочку местовые жахары. И частка материала походит как раз в околице Улиты. Подчас навыково-практичного семинара его удельники обмерковывали этничные номинации и категории идентичности у працы Михаила Федоровского «Люд белорусский на Руси-Литовской». Пытания об давнейшей вере, ее походжене и впливы разважали об уявлении белорусов про душу и за могильный свет ранее и сенья, об опирающейся на читании Михаила Федоровского. Так само говорили про народную медицину у працах навыковца. Дородовые звычаи, прикметы, верования белорусов испыняли увагу на шматликих и инших аспектах навыковой дейности Михаила Федоровского. Усе доклады навыковых супрацовников Национальной академии наук Беларуси не просто затекавили литских музейщиков, але и натхнили их на больш активную дейность у доследований белорусского фольклора и этнографии. Тем больше, что праца у гэтым напрямку ими проводится регулярно. Новоково-практичный семинар – это вельми важный аспект для нашей установы, потому что у нас есть особный накерунок в дейности, это этнография, это фольклор, сбор гэтых накерунков. И, конечно, дадзинный семинар проводится у нас по двум накерункам – в рамках 70-х годзе нашего города, а так само до 70-х годзе федорусках. Гэта вельми цекавая особа, потому что я навывучала гэты накерунок, вывучала литшину, литский край. И тем больше, что этнография – гэта вельми цекавая раздел у литским края. У нас вельми шмат уникальных вёсок, дзе ёсць цекавая ткатства. Недарма у нас, як нерухомая спадшина, гэта белоузорастая ткатства на литшине. Якое проставлено так само у нас, асобно в музее, асобно в образной залите, зараз мы с вами находимся, дзе як раз таки проставлены ўсе накерунки гэта храхічная наша гэта литского края. И для нашей установы так само гэта важна, тому, что ёсць цыкл заняткаў для дзятей и молодзи згадки з беларускай хатки, дзе так само выкрыстовываюцца матерялы гэтага навыковца ў нашых формах працы. Ну и тем больше мы спадеемся с опрацовникам музея, что однову колцу, яке приехали до нас з академии навык, мы познаемся ёсчэнешта нова и пополним свои крыницы ведаў. И, конечно, гэта будем выкрыстовываць ў сваёй працы. У программе семінара значылася і наведвання выставочных залов Лицкага гісторакамастацкага музея. И тут ўжо столичныя гості былі затікавлены пачутым і убачаным. Процтовніков Национальной академії навык Беларуси уразили шматгранность на прамках деяності установы і подыход яе супрацовників до музейной справы. В Лицкагу епархію прибудет ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий – один із наиболее почитаемых святых в христианском мире. Принял мученическую кончину за исповедание веры в Христа. Верующее почитали Победоносца, считая его всемогущим покровителем всех военнослужащих і землевладельців, а також покровителем домашних і диких животних. І до сих пор святого славят, як самого известного христианина. В його честь продолжають возводиться храмы і пишуться іконы. А сосуд с його мощами провозиться по православным епархіям. Прибытие святыни організована комісія Русской Православной Церкви по развитию паломничества і принесению святынь і синодальним паломническим отделам Белорусской Православной Церкви при поддержці общественних організаций России і Беларусі. В лидий ковчег с мощами буде знаходиться по 11 сентября. Преклониться к святыні і попросити о самом сокровенном могут всежелаючі. После этого ковчег с мощами отправиться в другі епархію. Впервые в лиду за всю ее 700-летнюю историю прибывает ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. І, наверное, нічого случайного не бывает, що именно, коли ми празднуємо в ці дні День Города, Дні Города і 70-летія нашого любимого Города, наш Город, прибывают мощи покровителя, можна сказати, нашого Града. Почему? Потому, что известно із источників, що первый храм на Лидчині, в Лиді, був построен в честь святого великомученика Георгія в Лидському замкі. То есть, по сути, ми празднуємо 700-летие і основання первого храма в нашому городі. Але ще є інтересне сведення, що ще і рані, коли було Дайновське княжество, ще до того, як був построен замк, там теж знаходиться храм і теж в честь святого великомученика Георгія Побідоносца. По тому, по праву, ми можем считать святого Георгія Побідоносца нашим, таким, покровителем нашого городу. Мощи пребувають в рамках такой вот акції, которая проходит в Белоруссі 16 июля і по 17 сентября. Они будуть встречаться в субботу в 19.30 в Кафедральном соборе, потом вечером, в воскресенье, будут перенесены в Георгиевский храм, в одноимённый храм нашего города, а в понедельник принесены в наши воинские части. Вот, конечно, Георгий Побідоносец является покровителем военнослужащих, является покровителем тех, кто связан с землёй. Ну и вообще, покровитель всех, такой особый святой 3-4 века, к которому обращаются и в различных каких-то семейных трудностях, вопросах, болезнях каких-то. То есть, это святой, такой, скажем, один из любимых святых вообще нашей церкви. Вот, поэтому, конечно, приглашаем подойти, предложиться к мощам святого угодника, который, кстати, почитается не только православными, но и католиками. Поэтому, милости просим вот, предложиться к мощам святого великомученика Георгия. И на сегодня это вся информация, подготовленная корреспондентами Лицкого телевидения. Хорошего вечера в кругу семьи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова